Здравствуйте, друзья! У нас снова в гостях Светлана Каф, которая расскажет пару слов о новостях иммиграционных дел, которые адвокатам рассказывают на разных мероприятиях. Они профессионально ходят на всякие встречи с работниками иммиграционных служб и так далее. И, насколько я понимаю, недавно было такое мероприятие, и что там было по студенческим вот этим вот optional practical training? То есть, пытаются сделать более привлекательным учебу в США для тех, кто получает степень бакалавра, мастера, PHD, разрешая им дольше работать после окончания, да? Что там за новости? Вообще, самое полезное из этого всего, во-первых, о чем говорит Михаил сейчас, о том, что люди, которые приезжают по F1 студенческой визе по окончанию учебного курса и по получению степени, бакалавра, магистра или выше, обычно человек имеет возможность поработать минимум год по специальности. В некоторых случаях можно продлить это разрешение на работу по определенным техническим или научным каким-то факультетам. обещают, что в 2016 году сделают более длительный процесс, то есть более длительный срок, по которому люди могут работать после получения этой степени. Это делают, в принципе, для того, чтобы люди имели возможность получить рабочую визу H1B, если они не уложились в первый год, когда квоты не хватило, чтобы у них была возможность попробовать это сделать на следующий год. То есть именно цель в этом – продление разрешения на работу. Не для того, чтобы человек просто мог побольше поработать после получения степени, а именно для того, чтобы он мог возможность перейти на рабочую визу и не выезжать из страны. Но вот там была мысль о том, что можно как бы присоединять неиспользованный этот практикл тренинг, если он пошел после бакалавра, получил бакалавра, не стал работать, а пошел учиться на мастера, и вот эти два года, допустим, которые они хотят дать им, 24 месяца, можно будет присоединить к тому, что было потом. Так получается? Ну, не совсем так. Это как работает? На сегодняшний день обычно стандартно человек, который получил степень, скажем, бакалавра по визе F1, может работать один год по optional training. Если человек относится к такому STEM major, всякие science majors, он может получить экстеншн на 17 месяцев. Обещают, что новая экстеншн будет теперь на 24 месяца. И если человек поучился на бакалавра по F1 визе, потом поработал, допустим, после этого на optional training, пошел на следующую степень. Почему? Потому что или хочет учиться дальше на мастер-дегре, или просто не получил рабочую визу, идет дальше учиться. Если человек не использовал время обучения вот эту экстеншн на 24 месяца, новую, после бакалавра, мастер-дегре получил не по вот такой STEM major, то есть не по science major, например, закончил business school, и не имеет возможности получить такую длинную экстеншн. Если он ее не получил после первого major, который был science major, он может эту длинную экстеншн получить по окончанию business school, хотя business school сама по себе не давала бы ему такую возможность. То есть именно только идет вопрос о дополнительной экстеншн, которую нельзя получить, если человек не относится к science major. То есть это такой технический вопрос, но практически что это значит, что люди смогут дольше работать после окончания, после получения степени? Хорошо, то есть он, допустим, получил бакалавра, год ему положен, раньше он мог еще на 17 месяцев добавить к этому, а сейчас он сможет аж 2 года добавить. Значит, он получил бакалавра, проработал 3 года. Не получилось у него там, не знаю, он, может быть, хотел остаться, не получилось с рабочей визой, он еще холостой там и какой, пошел учиться дальше. Учиться дальше, получил мастера. У него, допустим, он все взял, у него после мастера будет еще год и 2 экстеншн. Если он учился тоже в Science, год и 1 экстеншн. Просто он может получить длинный экстеншн, если у него был первый Science major, и он его не взял, экстеншн не взял. А если он взял экстеншн, тогда у него не будет дополнительный экстеншн длинный после мастера, у него будет просто регулярный, если мастер не был в Science major. А если мастер тоже был в STEM major, тогда он длинный 24 получит после первого и после второго. А нет такого, что вот учишься, учишься, вот потом пошел на PhD, например. А после PhD ему можно еще где-то работать, и вот сколько? Можно, только нельзя их использовать так называемые «консекутивли». Один за другим вот эти разрешения на работу нельзя использовать. То есть можно максимально срок после учебы. Это мне напоминает, знаете, чем отличается хороший человек от плохого. Значит, говорят, хороший человек, он поговорит, поговорит и выпьет. А здесь, получается, он поучился, поучился, поработал, поучился, поучился, поработал. Знаете, как говорят, тяжело в учении, легко в бою. Но не в каждом бою легче, чем в учении, поэтому иногда людям нравится комбинировать, иногда учиться легче, чем работать, а не наоборот. То есть суть этой новости в том, что удлиняют. То есть вместо 17 месяцев будет 24, то есть это в общем там еще... По некоторым факультетам, по некоторым специальностям это сделано для того, чтобы люди могли перейти плавно на рабочую визу. То есть основная цель. А знаете, я вот часто сталкиваюсь, приходят люди, которые получили в какой-то степени в США. Ну вот иностранцы, наши соотечественники. Это может быть экономика, это может быть бизнес, это может быть там, ну что-то такое, что вот их интересовало на момент поступления. А дальше у них вопрос, ну и чего теперь? И вот они приходят к нам и говорят, давайте я возьму ваш курс, значит, поучусь, там поработаю год тестером, там, не знаю, полтора, и потом меня там возьмут, сделают, у меня H1B. И я говорю, а вы уверены, что это возможно? У вас же нет высшего образования технического, инженерного-то у вас нету, то есть у них по бизнесу или там, не знаю, по экономике, и они не знают, вот они как-то так... Кстати, на эту тему мы тоже недавно говорили, вот на конференции иммиграционной, что пока что на сегодняшний день закон не поменяли, и на H1B можно или использовать степень образования, чтобы она конкретно напрямую была связана с профессией, по которой человек идет работать, на H1B визе. Если у него нет этой степени, то можно использовать опыт работы три года за год учебы, вместо степени, полученной в университете. А сейчас разговоры идут о том, что Конгресс может поменять этот закон и не разрешить использовать опыт работы вместо учебы. Пока что это не поменяли, но если это поменять, то это будет не очень хорошо. Это из-за того, что конкуренция большая, и все же людей толкают на то, чтобы они получили степень, конкретно соответствующую потом специальности. Может быть, это еще делают, потому что сейчас такой большой спрос на H1B визы, чтобы отсеять некоторых претендентов на эту визу и оставить ее конкретно для тех, кто точно вписывается по определению в визу H1B. То есть, да, определение сделать более узким. Которое традиционно вообще подразумевалось, что человек, имеющий, допустим, бакалавров в Computer Science, идет работать на Computer Scientist. А на сегодняшний день говорят, что ты должен иметь степень. Это Computer Science мы как пример используем. Это могут быть архитекторы, экономисты, любые другие специальности, бухгалтера. Можно иметь или ту степень, которая конкретно на 100% подходит, или что-то похожее. Математика. Очень часто математики идут на Computer Science. А сейчас будет все сложнее и сложнее это сделать. А чего бы им не увеличить квоту-то? Разговоры все время об этом идут, но Конгресс пока что не реагирует. Много иммиграционных адвокатов, вот я состою в коллегии такой, американских иммиграционных адвокатов, мы почти обязаны в ней состоять. И у нас есть лобби, лоббисты, которые ездят в Вашингтон, ДС, и лоббируют вопросы, которые важны для наших клиентов. Один из этих вопросов, который поднимают практически каждый год, это чтобы увеличить квоту. И пока Конгресс ее не готов увеличить, или этот вопрос просто не рассматривают, потому что он не считается приоритетным на их адженде, или просто они не хотят этого делать по какой-то причине. А вот я слышал такие разговоры, что буквально вот сейчас вот, ну еще там буквально вот всего ничего, и президентским указом или как-то еще легализуют вот нелегалов, не дожидаясь вот той реформы. Амнистию, да, вы имеете в виду? Амнистию, да. Есть такой разговор или что? Есть разговор, и разговор в основном относится к адвокатам, нас предупреждает, чтобы мы не брали заранее денег у людей, как бы поставив их в очередь на помощь, если будет амнистия. То есть понятно, что она ожидается, но мы не можем говорить, когда она ожидается, мы сами об этом не знаем. Но так как предупреждают адвокатов не записывать людей заранее, не брать с них денег, понятно, что это, наверное, близко к реальности. Уже берут деньги, значит, кто-то. Да, то есть уже кто-то начал это делать, поэтому вот это все, что я знаю на эту тему. Это было бы неудивительно с учетом того, что Обаме и его администрации остался год, и он как бы в этом... Хочется проявить как-то себя... Но он в этом смысле как бы себя постоянно проявляет, и не первый раз это уже, это будет не первым разом. Но Обама нам помог в иммиграционной сфере, он какие-то вещи сделал положительные для иммигрантов, например, в некоторых случаях, я уже говорила раньше об этом, но для тех, кто не слышал, тем, кому отказали в статусе беженца и документы перешли на апелляцию в иммиграционный суд, сейчас есть выход из положения. То есть вот, например, такая ситуация, человеку отказали в статусе беженца, когда он проходил просто собеседование в административном офисе, в asylum office, и дело перешло на первую апелляцию, которая обязательная. То есть если человек вне статуса находится на момент отказа статуса беженца, его дело автоматически переходит на апелляцию в иммиграционный суд. И тогда есть два варианта. Один вариант выиграть иммиграционный суд, другой вариант проиграть иммиграционный суд. Но есть еще вариант просто все закрыть и уехать домой. Но если человек не уезжает домой и не женится, скажем, в процессе, то остается вариант или получить статус, или проиграть. Еще есть возможные две апелляции. Что сделал Обама? Он из-за того, что нехватка денег в бюджете и есть так называемые приоритетные ситуации, например, люди с уголовным прошлым, люди из определенных стран, с определенными историями, которые считаются приоритетом для Америки. И эти дела рассматривают в первую очередь, во-первых, во-вторых, их нельзя закрыть. Что Обама предложил, и это уже реализуется, я уже помогаю клиентам своим в такой ситуации, это очень полезная, положительная вещь. Если у человека не приоритетное дело, то есть нет уголовной истории, он легально заехал, а в основном люди из бывшего Советского Союза не могут нелегально заехать в Америку, то есть они все по визе приезжают. То есть они не переходили границу там, через Рею Гранды. Да, почти все могут воспользоваться вариантом закрыть дело рассмотрения в суде апелляции на неограниченное время. При этом, если у них было уже разрешение на работу, а те, кто приехали уже после декабря прошлого года, у всех есть разрешение на работу, потому что все долго ждут. Можно дело закрыть. Таким образом, человек остается в Америке, у него есть право на работу и право на вождение машины, и право проживания в Америке, только нет права на поездки за границу. Но он не может проиграть дело в иммиграционном суде, потому что его дело закрыто временно. Если человек хочет все же получить статус беженства, потому что у него нет других вариантов остаться легально в Америке, тогда он может не закрывать дело, и через пару лет, когда подойдет очередь уже в суде, его дело рассмотрят. И он выиграет или проиграет. Проиграет, пойдет на следующий период. Осталось на одну попытку меньше. Если он закрывает дело, или она, естественно, или семья, и просто его не рассматривают, остается право на работу, это как вот был такой висхолдинг-овремовл статус, но только до этого пока не дошли. И можно в любой момент попросить это дело опять открыть и идти, например, на собеседование по статусу беженца. То есть как бы временно прикрыть. Да, но это хорошо, потому что если шанс очень высокий проиграть дело, то зачем его сегодня проигрывать и потом платить деньги за апелляцию, если можно его не проигрывать. То есть это как бы получается такая протянутая рабочая виза, как бы получается. То есть как бы отсрочка во времени, которая позволяет человеку, может быть, где-то другими путями, я не знаю. Допустим, люди женятся в некоторых ситуациях, у них нет спешки. Гринкарт-лотерея, да? Гринкарт-лотерея на сегодняшний день, если человек не в статусе, он не может, или она, в Америке не может воспользоваться прохождением смены статуса по гринкарт-лотереи, надо выезжать за границу. Но есть разговоры в Конгрессе о том, что, может быть, выпустят закон, который скажет, что если ты находишься легально в Штатах, не обязательно по визе, а ожидание статуса беженца или разрешение закрыть дело и не выезжать, это тоже своего рода легальный статус, но на сегодняшний день не предусмотрено право получить гринкарту по лотерее, находясь в этом статусе. А говорят, что, может быть, Конгресс разрешит людям в этой ситуации воспользоваться лотереей. Также в некоторых вариантах воссоединения семьи детей с родителями, родители с детьми, тоже, может быть, разрешат это сделать на месте, не выезжая. Вот это будет очень большим плюсом. Еще там, что там за история с теми, кто ждет, вот в новостях, как бы, да, тех, кто ждет статус беженца, и вот по части там их семей, чтобы можно было побыстрее провести, там какой-то пароль, там что-то, вот это что такое? Вот на сегодняшний день, ну, уже многие из вас, наверное, слышали, знают, что ожидание первого собеседования по вопросу статуса беженца минимум год, в среднем это от одного до трех лет, в некоторых городах, а в частности Чикаго, Лос-Анджелес, Майами и Хьюстон. Больше четырех лет люди ждут собеседования. Самая большая проблема в чем? В том, что семьи находятся врозь в это время, особенно если приехал кто-то один, а второй человек, и, может быть, человек с детьми, остался в своей стране в основном из-за того, что у второго человека, у детей, визы не открыты. Есть возможность попросить гуманитарный пароль для тех, кому отказали в гостевой визе, по причине того, что очень большой срок ожидания статуса беженца и серьезные какие-то проблемы, естественно, психологические, физические. Скажем, муж находится в США, он уже два года, допустим, или полтора, он уже с разрешением на работу, он уже работает, может, он там портнов компьютер-скул закончил, уже получает свои, не знаю, 85 тысяч, он хочет перевезти жену с ребенком, А тем отказывают в визе, допустим, в Москве, Киеве, там, не знаю, где сейчас еще их выдают, Бишкеке, на том основании, что вот он там ждет статуса беженца. Так? Правда? Да, то есть, ну, к сожалению, не всем могут дать гуманитарный пароль, потому что это своего рода исключение из правила более такого всеми принятого, что человек должен получить гостевую визу. Гуманитарный пароль нужно доказать, что у тебя реальная ситуация, которая отличается от других, и что есть серьезные причины. В основном это со здоровьем, причины психологические, то есть здоровье может быть физическое, или оно может быть психологическое, но все же есть метод, есть путь, по которому можно обойти ситуацию, где визу не дали. То есть, политицировать, политицироваться под эту программу. Да, то есть, все же некоторым получится этим воспользоваться. То есть, приходит человек к консулу и говорит, консул, у меня крыша едет, пустите меня в Америку. Ну, это всякие справки взять у доктора, письма, может быть, от родственников, от детей, от родителей, то есть, это нужно собрать пакет документов и, естественно, показать, почему такая ситуация. А на практическом уровне есть такая практика? То есть, мы знаем людей, которые так вот привозят родственников? Есть, но маленький процент. Но, может быть, сейчас это станет более популярным, потому что не дают гостевые визы. А может быть, если большое количество людей будет обращаться за этим, станут более открыты давать гостевые визы тогда. Вот знаете, что я читал сегодня на Блумберге? Я читал, что Обама сказал, его спросили, насколько события в Париже, теракты в Париже, повлияют на желание Соединенных Штатов принять вот эти 200 тысяч там сирийских, иракских беженцев, афганских в ближайшие два года, то, что он собирался сделать там 200 тысяч. Вот, и он сказал, что это совершенно никак не влияет на наши планы, на нашу оценку ситуации. Вот он так сказал. Есть какая-то движуха в этом плане? То есть, протесты, я не знаю, но вот как-то вот люди говорят, зачем нам, зачем мы сейчас террор к себе будем завозить вместе с реальными беженцами? Есть такой разговор? Наверное, есть, но знаете, между иммиграционными адвокатами и, например, общением моим и других адвокатов с представителями служб иммиграционных полная тишина. Считается, что ко всем должно быть одинаковое отношение, несмотря на то, что происходит в мире, и разговоров на эту тему практически нет. Кроме как соболезнования, как бы жалости к тем, кто пострадал в этой ситуации, к сожалению, разговоров о смене как-то каких-то изменений. То есть, нет опасений, что вместе с беженцами реальными попадут какие-то преступные элементы? Ну, больше проверок в аэропортах будет. Кроме этого, пока что разговоров нет, то есть, может быть, они будут в будущем, но пока что, может быть, мало времени прошло с трагедией, с вот этой очередной последней. Поэтому жалеет невинных людей, и Америка считается такой демократической страной, что она жалеет всех, со всех стран, и готова открыть двери всем. И европейские страны, мне кажется, еще больше либеральны в этом смысле. Германия там за год рассчитывает получить 800 тысяч заявок на статус беженца. Ну что же, хорошо. Как в целом у вас настроение? Потому что я ожидал год назад, когда республиканцы взяли Конгресс, можно сказать, да? Я как-то ожидал каких-то инициатив иммиграционных. Я не знаю, вроде так много шума было, и так много говорили на эту тему, что вот мы сейчас придем, у нас программа готова, и все. И ничего не произошло фактически. Я даже как-то удивлен, честно. Вот с вашей стороны, как видны? Не идет ли еще красная армия со стороны Конгресса? Из того, что я знаю, во-первых, я сама, вот то, что я говорила про лоббирование каких-то изменений в законе иммиграционном, я сама в этом принимала участие, потому что я как-то вот раньше, особенно больше в политике участвовала, и сама тоже ездила в Конгресс с группой иммиграционных адвокатов. Мы там лоббировали, просили какие-то изменения, включая увеличение квоты и так далее. Что происходит в Конгрессе, точно так же, как в Верховном суде? У них есть ограниченное время, когда они рассматривают предложения новых законов. И у них есть какой-то приоритет, по которому они работают, так как работают они небольшое количество часов в году с новыми какими-то предложениями, изменениями в законе. Если много всего в мире происходит на политической, на политической, ну, в политическом мире, да, на политической арене, и так же много каких-то экономических проблем, не связанных конкретно с вопросами иммиграции, то вопрос иммиграции практически всегда на самом заднем плане. И очень часто просто до этих вопросов не доходят руки. И вот их отбрасывают с одного года на другой, и очень маленький процент вопросов, связанных с правами иммигрантов, решается. Поэтому реально вот это происходит. Особенно если вместо того, чтобы законы принимать, президентские указы делать, так вообще тогда можно, что там, вот, то, что ему лично, там, остро, он сделал, а остальное можно не делать, удобно так. Но все равно что-то все время меняется в иммиграционном мире постоянно, и вот то, что вы спросили, это абсолютно актуально, и, скорее всего, какая-то амнистия, да, будет. Мы просто не знаем, когда она будет. Такой вопрос, может быть, знаете, муссируется сейчас такая тема в средствах массовой информации, в интернете, в русской части, так сказать, в русскоязычной, что вот, в связи с участием в лотерее, что, мол, резко возросло количество желающих уехать, там, еще что-то, и я понимаю, что иммиграционный адвокат, это, как бы, такой передний фронт этого процесса, да, люди приезжают и сразу бабах, там, говорят, ну, что можно сделать. Значит, если посмотреть, там, за последние пять лет, вот какая динамика этого. Я помню, раньше иммиграционный адвокат, он первую консультацию бесплатно давал, а сейчас уже никто не хочет, наверное, занятый очень. Ну, я не думаю, что занятый очень, наверное, у всех своя методика работы. Я думаю, что это еще зависит от того, насколько новый адвокат, наверное, с годами просто русскоговорящая иммиграция выросла. Конечно. Поэтому, если 20 лет назад просто было меньше русскоговорящих иммигрантов, таким образом было просто меньше русскоговорящих адвокатов. Когда их становится больше, и становится какая-то конкуренция, и какие-то методы работы тоже меняются. Более молодые адвокаты, в плане того, что они меньше лет имеют практики, может быть, скорее готовы дать бесплатную консультацию, просто потому что они хотят получить клиентуру, и ради, собственно, опыта, ради самоуверенности какое-то это делают. Нет, я на самом деле, извиняюсь, я не говорил, немножко поклинилось, я не имел в виду бизнес-аспект этого, а я имел в виду, насколько виден какой-то процесс, что растет количество желающих, интересующихся, что времени нет пока со всеми желающими и так далее. В основном вырос интерес, поднялся интерес к иммиграции последние пару лет, из-за событий, в основном, которые произошли между Россией и Украиной. Именно последние два года мы видим по статистике, что минимум в пять раз выросло количество иммигрантов, заинтересованных из бывшего Советского Союза. Как видим? Количество обращений к адвокатам? Количество обращений к адвокатам, да, естественно. Мы просто видим, сколько людей приезжает и сколько людей обращается к адвокатам. Если, например, я посмотрю на конкретно свою, допустим, статистику, я в практике уже почти 13 лет, в декабре будет 13 лет. И примерно она была на похожем уровне, иммиграция, до последних пару лет. Но все время менялся контингент людей, который приезжал. То есть иногда приезжало больше людей по бизнес-иммиграции, иногда приезжало больше беженцев, иногда больше беженцев ехало, допустим, с Белоруссии, иногда больше с России, иногда с Украины. Иногда ехало больше по религиозной линии, иногда по политической. То больше рабочих лиц, то больше беженцев. А последние пару лет просто значительно увеличилось вообще число приезжающих людей. И несмотря на большое количество иммиграционных адвокатов, все равно работы хватает для всех, потому что большее количество людей стало уезжать. И это никак не связано с ценами адвокатов. То есть расценки адвокатов, то, что вы упомянули, все же, правильно? Они примерно одинаковые. Просто адвокаты, которые больше лет в практике, может быть, немножко дороже стоят, больше более знающие. А есть географическая какая-то статистика, явная? Ну, допустим, выросло количество обращений в 5 раз, а с Украины, например, в 10 раз. Или наоборот, из Белоруссии, или из Киргизии. По странам есть что-то? Ну, больше всего из России, из Украины. То есть это очевидно. Больше всего из России, из Украины. Выросла, я не знаю, какая это точно статистика, но она в несколько раз точно больше именно с России, из Украины. В основном, откуда еще приезжают люди, но практически они приезжают из России, из Украины в первую очередь, потому что это вообще самые две большие страны Европы, правильно? Поэтому там по населению, это понятно, прямое идет соотношение. Но кроме этого, люди приезжают очень много из Молдавии, Белоруссии, Казахстан, Киргизстан, то есть вот оттуда очень много. Немножко приезжают с Армении, с Азербайджана, но с России, с Украины это в основном. Из Латвии приезжают, но меньше. Больше России, если сравнить Россию с Украиной, при том, что в России втрое больше населения, я понимаю, но все-таки вот... Похоже, что с Украины больше, чем с Россией. Похоже, что Украина на первом месте из стран бывшего Советского Союза, но с Россией тоже очень много. Больше стало людей гораздо в несколько раз, чем было, скажем, полтора-два года. Люди бизнесы теряют, что у них там вот такое... Некоторые люди бизнесы теряют, некоторые хотят для будущего своих детей, а кто-то боится армии, потому что армия стала более опасной, то есть это уже не простой процесс просто похода в армию, хотя это тоже никогда не было простым для людей, не все были готовы к этому. Сейчас из-за военного положения, из-за того, что происходит в политическом мире, не только между Россией и Украиной, но и Сирией, и другими странами, люди просто хотят лучшее будущее для своих детей, а экономические вопросы, в принципе, они всегда были. То есть они как бы не очень верят, что это как-то разрулится в спокойную сторону. К сожалению, люди, да, мало верят. То есть если бы они видели, что как-то ситуация изменится, допустим, в России, но Украине станет лучше, все-таки очень много патриотов, и, естественно, люди сами имеют доступ к средствам массовой информации, то есть они читают, они узнают, кто-то ездит, уже у многих людей открыты визы, люди по Европе ездят, люди в Америку читают и принимают решение, что они не видят будущего. Это на самом деле печально. То есть патриотически настроенные люди, которые любят свою страну, свой народ, они опускают руки, чтобы понимают, что не пробиться через вот те наслоения, которые образуются. На самом деле жалко, потому что потенциала, например, много. В России, в Украине есть очень много сил, то есть есть возможность, в принципе, развивать бизнес, есть ресурсы. Но, к сожалению, люди просто перестают верить в это, и я думаю, что никто не хочет жить в ситуации военного положения. Ну что же, хорошо, ладно, я просто так, как бы, пользуясь случаем, пытаюсь свои тоже какие-то наблюдения пропустить через фильтры с вашей стороны. Мы все смотрим на одно и то же, но из разных окошек. Там у вас свое, там у меня свое. Я вот так наблюдаю. А можно сказать, что сейчас Omicron более подготовленный, скажем, лучше по-английски говорить, чем пять лет назад? Да, многие люди, просто те, кто планирует заранее, все же стараются учить английский. Очень много компаний, которые открыли филиалы в России, на Украине и других странах, в Казахстане, скажем. И люди, которые работают как бы глобально, то есть люди работают с Америкой, люди работают со странами Европы, где нужен английский, они уже его заранее выучили и знают. Поэтому плюс люди получают очень много информации. Кто-то, кто-то готовится к поездке в Америку, к переезду год и два, и три. И люди специально учат английский, собирают информацию. Естественно, люди, многие, лучше подготовленные. Да, я несколько недель последних, у меня какие-то ребята возникают, которые планируют нас учить когда-нибудь. Они приходят, познакомятся, сфотографируются на фоне нашего силиконвала и войска, плакатика. И я говорю, вы откуда? Мы там, говорит, из Киева. А что, приехали? Вот мы приехали, будем там подавать политическое убежище. Я говорю, да, у вас уже и адвокат есть. Михаил, что же такое? Спрашиваете, у вас же на канале. Мы уже встречались там со Светланой Каптов. И так вот, я смотрю такие, очень, не то что образованные, а как бы осведомленные. Очень осведомленные приезжают ребята, просто вот они как-то все. Удивляешься даже, вот так думаешь, надо же так. Это очень хорошо, потому что люди, когда вообще ничего не знают, то есть они находятся в состоянии шока. Поэтому лучше, когда люди уже ознакомились с процессом и с тем, чего ожидать, и готовы со своими вопросами, тогда они не будут находиться в состоянии шока, тогда можно сразу переходить к делу. Меньше неожиданностей, меньше стресса, и как бы естественнее проще все процессы. Ну что же, хорошо, вот мы тут сидим, у нас уже довольно поздно, уборщица пришла. Слышите, колясочка ходит там, такая пластмасса уже пришла, уборщица. Давайте мы ребятам привет передадим, вот, и пожелаем, чтобы, ну, планы и мечты осуществлялись, правда? Вот в частности, у вас иммиграционные, если есть такие. Во-первых, я желаю еще раз всем, кто принимал участие в батарее, чтобы вы все выиграли, вот, и чтобы все были здоровы, и, естественно, кому нужна помощь, пожалуйста, обращайтесь. У нас на канале есть инструкция, как заполнять анкету на лотерею. 50 тысяч просмотров за месяц. 50 тысяч, 50 тысяч просмотрели, так что, да. Ну что ж, будем ждать мая месяца, я тоже присоединяюсь к пожеланиям удачи в лотерее, и чтобы так, знаете, на лотерею надейся, а сам не плашай. Вот у нас и Светлана есть. Да, лучше быть готовым ко всему, чтобы слишком не огорчаться, а иметь запасные 1-2 варианта на случай, если вы не прошли. Наличие запасного варианта чудовищно просто увеличивает шансы людей на успех, потому что, когда либо я король, либо больше ничего, то, конечно, тяжело так пробиваться. То есть, должны быть адекватные запасные варианты. Ну что же, счастливо так. Давайте рукой помашем и скажем пока. До свидания. Спасибо.